Дом Дракона Не стоило ли нам это предвидеть? В этом видео я рассмотрю ошибки сериала, возможные улучшения и оценю, насколько силен был второй сезон. Итак, начнем. Вот почему финал второго сезона Дома Дракона не оправдал ожиданий. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Где же была битва? Одно, что вселенная Игры Престолов обычно дарит нам и чего многие ждут с нетерпением, это эпичные сражения. В этом сезоне мы увидели битву у Ладьи, которая была потрясающей. Неудивительно, что этот эпизод стал самым высокорейтинговым в истории шоу. Однако моим главным страхом после выхода этого эпизода было то, что сезон не достигнет большего. К сожалению, так и вышло, пик пришелся на середину сезона. В Игре Престолов такие битвы, как Битва Бастардов, Битва за Стеной, Битва за Харренхол и Битва за Королевскую Гавань – это моменты, которые выделяются и придают сезонам индивидуальность, становясь чем-то, к чему все идет с самого начала. Место, где все политические интриги и конфликты, наконец, взрываются. В этом сезоне шоу такого момента, к сожалению, не было. Битва у Рукового Отдыха была неплоха, но не имела глобальных последствий. Она изменила расклад сил, дав Эймонду контроль, да и Рейнис погибла. Но этим все и ограничилось. Сезон был посвящен подготовке к войне и битве в Глотке, которую нам лишь намекнули в конце. Однако то, что мы ее не увидели, я считаю настоящим разочарованием. Зная, что придется ждать минимум два года до возвращения сериала на экраны, было бы здорово получить награду в виде зрелищной битвы, которую шоу способно создать, и это позволило бы сезону завершиться с настоящим взрывом. Мне не хватило конфликтов в этом сезоне. Ведь даже в первом, несмотря на малое число битв, конфликты были. Будь то Дэймон против Краболова, Рейнис из Драконьей Ямы в финале, или Визерис, на которого охотится в Хагар. И убийство Веймонда. Казалось, что то, что обычно составляет суть шоу, немного отсутствовало. Особенно в финале, когда ожидаемое просто не произошло. Отсутствие настоящего развития. Я понимаю, что политика играет большую роль в войне. Это, пожалуй, самое важное. Ведь без нее за что бороться и как достичь мира. Однако в этом сезоне, оглядываясь назад, кажется, что не было особого развития. Особенно по сравнению с масштабом событий в первом сезоне шоу. Глядя на второй сезон, кажется, что лишь усилили армии, приобрели драконов и готовили флот. Ну и, конечно, предательство Алисант. В шоу этого года есть что-то странное. Кажется, они жертвуют своей идентичностью ради подготовки следующего сезона. Это случилось в четвертом сезоне «Пацанов». Но им удалось исправить ситуацию в последних эпизодах. Точно так же произошло в третьем сезоне «Медведей». Он стал лишь тенью предыдущего. То же самое и в этом шоу. Похоже, они хотели оставить Клиффхенгер, чтобы не раскрыть все и дать нам причину вернуться. Хотя это и так бы случилось. Политика с обеих сторон развивалась. Но что касается общей истории и развития персонажей, не похоже, что прошло целых восемь серий изменений и роста. Мир казался очень маленьким. Мы не исследовали Вестерос так, как в «Игре престолов». И это нормально. Но меня не устраивает, насколько ограниченным выглядел мир в этом сезоне шоу. Опять же, в первом сезоне такого ощущения не было. Драконий камень и Королевская гавань казались совсем близкими. Харренхол тоже. Рейнира долетела мигом будто за пару минут. Мы постоянно видели верфь, где Корлис чинил корабль, и похожие кадры замка и столицы. Все фоны казались одинаковыми. Мир не исследовался и не расширялся. Понятно, нужна последовательность. Но Вселенная никогда не казалась такой маленькой. Визит Таиланда в Триархию освежил, показав иную среду и мир. В этом сезоне эта проблема будет менее заметна, так как битвы развернутся во многих местах. Возможно, из-за структуры повествования в этом сезоне было меньше места для исследований. Даже когда были исследования, например, с Рейной или с Эром Блэквудом, казалось, что это пустые поля без цели. Был ли Дэймон готов увидеть «Песни льда и пламени»? Это один из самых важных моментов финала, который меня зацепил. У Дэймона были видения весь сезон. Он сомневался, предать ли Рейниру и самому претендовать на Железный Трон, ведь он всегда этого желал. Смысл этих видений не объяснили, но похоже, что Алиса подпитывала их, заставляя его сомневаться, действительно ли это то, чего он хотел. То, как Дэймон увидел «Песни льда и пламени», свою смерть и события «Игры престолов», показалось мне слишком резким. Непонятно, что заставило его быть готовым увидеть происходящее, ведь лишь мгновение назад он был готов предать Рейниру. Казалось, это можно было показать вначале и вырезать все сцены видений Дэймона, ведь в основном его характер становился все более вспыльчивым, и он еще сильнее жаждал власти. Поэтому показ этого ему в тот момент кажется случайным, особенно учитывая его глубокое влияние. Думаю, его разум должен был быть в более противоречивом состоянии, чтобы сильнее поколебаться. Количество эпизодов в сезоне. Один из главных комментариев о финале, который лучше всего его описал. Он походил на восьмый эпизод в сезоне из десяти серий, и я полностью с этим согласен. ТВ изменилось даже за два года с выхода первого сезона Дома Дракона. Сейчас редко выпускают сезоны из десяти серий. Обычно их около восьми. Не знаю, почему так. Может, из-за затрат эпизоды таких шоу очень дорогие. Или дело в концентрации внимания зрителей. Скорее всего, и то, и другое. Но для такого шоу, как это, десять серий просто необходимы. Столько всего нужно рассказать, и два дополнительные серии многое бы изменили во втором сезоне. Было бы больше пространства и шанс увидеть битву в глотке, а не ждать ее два года. Модель из восьми серий неплоха, но всегда оставляет желание большего и чувство незавершенности. Если смотреть на сезон в целом, да, в нем была серия с самым высоким рейтингом за всю историю Дома Дракона, но средний показатель был значительно ниже, чем в первом сезоне. Он уступал первому сезону. Были серии с оценкой 6 и 7, чего не было в первом сезоне. Надеюсь, когда шоу вернется, оно вспомнит, что сделало первый сезон таким великолепным. Развитие персонажей, расширение мира, сохранение характеров героев, к которым мы привыкли, и незабываемые битвы, погружающие нас как зрителей в полномасштабную войну. Вот почему финал второго сезона Дома Дракона не оправдал ожиданий и даже не вышел. Если хотите увидеть разбор второго сезона Дома Дракона, нажмите на карточку в верхнем углу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!